Обустройство зимника на Ренмар Тельвиска подходит к завершению. Основная часть дороги готова на 95%. Толщина льда на переправе через протоку Нижняя Казенная Виска составляет в среднем 60 сантиметров. Ориентировочно временная трасса будет открыта 5 января. Александра Литкова расскажет подробнее. Общая протяженность переправы через протоку Нижняя Казенная Виска составляет 120 метров. Толщина льда здесь на сегодняшний день составляет в среднем 60 сантиметров, что позволило сотрудникам МЧС принять переправу в эксплуатацию. Тоннаж по пропускаемой технике нормативный будет установлен порядка 10 тонн, до 10 тонн. В дальнейшем собственник переправы будет намораживать лед. Мы периодически будем проверять толщину льда и в случае увеличения толщины льда тоннаж пропускаемой техники будет увеличиваться. Что касается временной трассы, то основная ее часть от Наринмара до переправы готова на 95%. Осталось только установить вешки и дорожные знаки. В ближайшие три дня подрядчик планирует обустроить участок от переправы до села Тельвиска. Там полтора километра, но мы уже там сделали в летний период работы, 80% работы у нас сделали в летний период. То бишь мы подняли, ну там песок, песком подсыпали, подняли получается. И там у нас дня два-три мы сделаем. По финансированию все у нас достаточно, техники у нас тоже достаточно хватает. У нас сейчас задействованы два погрузчика, два самосвала задействованы, бригада людей задействована. Содержанием зимника Наринмар Тельвиска компания «Автомаркет» занимается третий год подряд. В связи с погодными условиями к обустройству временной дороги в этом году подрядчик приступил 21 декабря. И в установленный срок зимник будет сдан. Ориентировочно дорогу будет открыта 5-6, все зависит от погоды. В настоящий момент недостаточно снега. И в связи с этим не обеспечено безопасность дорожного движения, поэтому рассчитываем 5-го. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу напоминает автолюбителям, что выезд транспорта на лед в необорудованных местах запрещен. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова